Привет, друзья! После модернизации верстака я устанавливал сверлийный станок на, собственно, свое место. И при затяжке болтов я услышал дзынь. И уже через пару секунд мои худшие опасения подтвердились, у меня лопнула площадка. Но худшие опасения были не в том, что она лопнула, а в том, что она была отлита из чугуна. Это я выяснил по характеру искр, чиркнув по площадке болгаркой. Ну что же, значит, нам предстоит сегодня варить чугун и восстанавливать площадку сверлийного станка. За сверлийный станок могу сказать, что это у нас русский Китай. Его еще когда-то отец покупал лет двадцать назад. Ну и конструктив, конечно же, гениальный, когда нам дают чугунную полую подложку, которая крепится к плоскости через полость. Я, честно говоря, не понимаю, зачем данный узел, в принципе, делать из чугуна. И зачем его делать именно такой геометрией, которая запросто может лопнуть. Итак, первым делом мы в месте, где трещина заканчивается, просверлили отверстие для того, чтобы эту трещину остановить. И потом расточили канавки под сварку, как внутри, так и снаружи. Кстати говоря, чугун очень легко обрабатывается. Я думаю, что если напечатать фрезерный станок на 3D принтере, то чугун обрабатываться отлично будет на таком станке. Ну и краску щеточкой зачистил. На мой взгляд, это было не обязательно, но тем не менее сделал. Я, кстати говоря, прошу прощения за фокус. У меня просто друг дебил, и он не понимает, что GoPro не ловит фокус двух сантиметров. Я это ему периодически объясняю, но он все равно пытается макросъемку на шарик сделать. Несмотря на то, что соседи советовали варить обычной проволокой полуавтомата, я сгонял в Leroy и купил электроды по чугуну. Вышли они по цене 1000 рублей за три штуки. Есть варианты и дешевле, но в наличии были только эти, а мы все делали за один вечер. Также купили газ и дополнительную горелку. Что касается конкретно этого электрода, то тут по инструкции допустимо с холодным нагревом, то есть порядка до 200 градусов достаточно деталь нагреть. Но это на самом деле очень сомнительный пункт инструкции, так как электрод и его тип никаким образом не смогут повлиять на снятие внутренних напряжений в чугуне. Поэтому я решил греть до той температуры, до которой мы сможем нагреть, ориентируясь в идеале на цифру 700 градусов, которой естественно я понимал, что мы не достигнем. А вот замер температуры будем производить при помощи тепловизора, кстати говоря обзор на который есть у меня на канале. Сейчас с камерой вот я предварительно пробую греть. Тепловизор на самом деле нам просто безумно помогает, потому что мы действительно можем анализировать температуру на данной детали. Я уже готов к сварке, то есть у меня фартук одет, перчатки маска лежат на столе, электрод у меня в держалке, но впоследствии перед самой сваркой мы уже в три горелки, если вы понимаете о чем я, греем деталь и получаем на ней целых 600 градусов, что было даже неожиданно, потому что вот действительно вся деталь монолитом целиком прогрелась до 600. При первом моем касании электрода я тут же прожигаю дырку диаметром где-то полтора сантиметра, при том что я там секунды 4 дугу держал и то ни на одном месте постепенно перемещался. И я честно говоря уже думал, что заварить не получится уже, потому что чугун очень текучий и при сварке прям видно, что капли они не капают, а просто стекают, а потом как гребаные мазафакеры на столе крутят свое фристайло. Но в итоге получилось точками заварить отверстие и пройтись по шву. После этой операции в месте сварки у нас где-то 1200-1300 градусов тепловизор показал, поэтому мы всю деталь грели до того момента пока точка сварки не остыла до 600 градусов, то есть до температуры нашей вот всей детали. А потом уже всю деталь постепенно подогревали для того, чтобы она у нас медленно остывала и соответственно внутренние напряжения не возникали. В итоге мы на два часа это не растягивали, деталь у нас за 30 минут остыла. И в итоге вскрытие показалось, что у нас нет никаких кратеров и все действительно монолитно проварено. Не очень красиво, но как бы первый раз я таким электродом варю и природа сварки очень сильно отличается от того, когда варишь обычным электродом и обычную чернуху. А с обратной стороны в принципе у нас все не очень красиво получилось, но после зачистки мы увидели, что там в принципе тоже все металлическое и шлак только тонким слоем на поверхности. Кстати говоря, вы можете обратить внимание, что при зачистке сварки у нас искры летят не чугунные. Я честно говоря не знаю наверняка должно ли так быть, но почему-то мне кажется, что они должны быть все-таки чугунными. Окей, повторяем операцию, прожечь уже так уж сильно не боюсь, потому что мясо изнутри наварил. Также соблюдаем все температурные режимы, греем перед, греем после, все по технологии. А шов я решил в ноль не зачищать, оставил небольшую горбинку, надеюсь, что благодаря ей наши детали потом при эксплуатации станет немного легче. В общем на всю процедуру вместе с поездкой в магазин за расходниками и едой у нас ушло порядка трех с половиной часов. На самом деле для первого опыта я считаю не так уж и плохо. Друзья, компания PCBWay к сожалению на данный момент недоступна в России, но мы про нее не забываем и очень уверенно ждем. Потому что компания PCBWay это невероятно качественные печатные платы, беспрецедентная 3d печать любыми самыми сложными материалами, а также крутейшая чипу обработка во всех плоскостях. Поэтому ждем и верим друзья, ждем и верим. Теперь же друзья давайте раскидаем на пальцах, почему лопнула платформа. Вот у нас стол, вот платформа. По сути она представляет из себя, если говорить очень упрощенно, перевернутую кастрюлю. И мы болтами эту кастрюлю за дно притягиваем к столу. И тут в любом случае какой бы ни был материал, дно начнет прогибаться. И я думаю всем очевидно, чтобы этого не происходило, кастрюля должна быть не кастрюлю, а полнолитой деталью. И тут возникает вопрос, а что же можем делать мы? Первое, что пришло мне на ум, это на токарном станке подготовить цилиндрические проставки. Для того, чтобы они встали в распор между дном кастрюли и столешницей и не дали дну прогнуться. Но так как на внутренней стороне дна кастрюли у нас поверхность не представляет из себя плоскость, то это такая себе идея. И тогда я решил залить кастрюлю цементным раствором. В станкостроении так часто поступают, как правило для того, чтобы убрать паразитные вибрации. Хотя некоторые думают, что это используется для утяжеления. Я же буду использовать для того, чтобы получить монолитную деталь, исключить прогибание дна нашей кастрюли, ну потому что дна уже как такового не будет и соответственно стенки в разные стороны тоже не разойдутся и не лопнут. Теперь зачем же я достал 3d сканер? А все очень просто, на самом деле я собираюсь залить только половину платформы, так как во второй половине у меня находятся специальные пазы для того, чтобы закрепить станочные тиски, либо координатный столик со станочными тисками. И мне нужна перегородка вручную, перегородки я не хочу делать и размеры подгонять тоже не хочу. Все-таки у меня есть технология и я готов ей пользоваться. Кстати говоря, платформа оказалась просто невероятно кривой. Пока она стояла на столе, это в глаза не бросалось, но тут разные углы у стенок. Тут вообще ни в чем нет симметрии, тут ребра жесткости разволожены по-разному. Тут вообще ни в чем нет симметрии, тут по-разному расположены ребра жесткости по высоте, по ширине, по глубине. Тут отверстия несимметричны, они на разных уровнях находятся. Я прям на полном серьезе говорю, что пьяный скульптор, любой бы самый пьяный скульптор справился бы лучше. Это надо было быть абсолютно конченными уродами, чтобы пустить такую заготовку в массовое литье. В общем у меня получилось несколько деталей, на сканирование каждой из них у меня ушло наверное секунд по 30. Все-таки скилл и понимание как пользоваться 3d сканером у меня растет. Ну а на моделинг у меня в общей сложности на все детали ушло минут 15. У меня на канале кстати говоря недавно выходило два ролика конкретно про этот 3d сканер, как им пользоваться и что от него собственно ожидать. В этих видеороликах я не топлю за то, чтобы вы и купили этот 3d сканер. А я наоборот объясняю, что 3d сканирование это очень неоднозначная вещь и далеко не каждому человеку в этот 3d сканер будет полезен. А нам теперь с вами остается вклеить все наши стеночки. Я честно говоря надеюсь никто не предъявит мне за термопистолет, потому что на мое усмотрение он тут применен прям в тему и прям по назначению. А вообще друзья получаешь очень большое удовольствие, когда все с первого раза просто берет и подходит. И если бы я вымерял это все вручную, то пришлось бы все перепечатывать и корректировать размеры. И после того как перегородки готовы, то я отправился конечно же сразу же в гараж для того чтобы залить цементом. Заливал я плиточным клеем на основе цемента, но только белого цвета, потому что до этого я себе плитку в гараже этим клеем клал. Раствор делал пожиже, но по факту надо было делать густым. Но опять же ничего страшного не произошло из-за этого и в любом случае тот маршрут этот путь по которому нас с вами еще предстоит пройти и он бы не изменился. Ну что же друзья проставка вроде бы залита, но видео при этом не заканчивается. Я не бегу ставить сверельный станок в гараж, а все это потому что во-первых цемент дал усадку. Вот я вам сейчас фонариком подсвечу, что цемент у нас немного меньше объема стал занимать. Я кстати говоря об этом заранее даже не подумал, но потому что цементные работы это вообще не моя тема. А во-вторых наша деталь настолько кривая, что из пяти плоскостей которые должны соприкасаться со столешницей у нас соприкасается по сути только две. И если вот эта диагональ еще не страшно, потому что тут деревяшка притянется, да даже если она в воздухе повиснет, ничего страшного. То средняя плоскость, что с одной, что с другой стороны у нас висит тупо в воздухе. И от эффекта кастрюли мы с вами получается пока еще не избавились. А это значит, что нам по центру в местах крепления необходимо изготовить какую-то проставку. И только таким образом станок наконец-то перестанет левитировать. Но мы не можем с вами взять просто плоский материал необходимой толщины, вырезать его в размер, сделать там два отверстия под болты и просто его подложить. Потому что залитый у нас цемент имеет сложный рельеф. Если мы возьмем плоский материал в качестве проставки, то работать эта проставка у нас будет только в холмах, на неких вершинах. А это не даст нам результатов, потому что там просто цемент начнет на вершинах крошиться и соответственно от проставки не будет смысла. Но при этом я конечно же имею возможность отсканировать, считать этот сложный рельеф и воссоздать его на 3D принтере. И вот собственно для людей, которые в комментариях все время пишут, что на 3D принтере только игрушки, можно печатать весомый аргумент. Вот реальная задача, непонятно каким образом ее решать, ну в смысле решать по-человечески, а не по-ублюдски. Но при этом эти решения мне даются невероятно легко. В итоге через настройки адаптивного слоя я построил G-код, чтобы 67 слоев у меня печатались два с половиной часа. Печатать буду бестфиламентом. Ну а пока шла печать, так уж вышло, что у меня образовалось время и я поехал красить данную платформу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С того момента прошло несколько дней, краска уже высохла и наступило время примерить нашу проставку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рельеф на камеру, честно говоря, сложно отснять, но вот я думаю, тут по отбликам, по слоям больше видно, что вот он присутствует, достаточно мелкий, детализированный, и это относится к тому, что видите вы на камеру. А то, что вижу я, это то, что все мелкие вот эти вот рельефные загибы, они абсолютно совпадают. Вы, конечно, можете мне не поверить, но тогда получается вы зря смотрели это видео. Когда я прислоняю проставку к нашему рельефу, то они абсолютно идеально соединяются, причем абсолютно соприкасаются они в одном конкретном месте, где рельеф совпадает. Ну и вот такими движениями у меня реально возникает ощущение, что соприкосновение проставки идет по всей плоскости. Но, к сожалению, верхней частью проставки я не совсем попал в плоскость ножек. Если на пальцах объяснять, то дальний край плюс-минус в плоскости находится, там у нас зазор от проставки прям, ну очень маленький, я думаю, можно пренебречь, потому что еще сама деревянная столешница у нас к проставке притянется. А вот на ближнем крае зазор между проставкой и плоскостью уже достаточно приличный, и я, конечно же, решил его скорректировать. Напечатал я еще одну проставку, тут печатал немного подольше, настроил уже на 80 с лишним слоев. Теперь на обоих сторонах проставка находится в одной плоскости с боковыми ногами. Теперь приклеиваю свою гордость суперклеем, но просто чтобы при установке сверлильного станка она никуда не сместилась и не отвалилась. Ну и на этом, друзья, видеоролик подходит к концу. Я вам могу сразу сказать, что при установке платформа встала правильно, все ноги плотно уперлись в столешницу, проставка по всем признакам тоже плотно уперлась в столешницу, затягивал в итоге со всей дури, прям брал вороток и изо всех сил тянул. И при этом ничего не лопнуло. В общем, я доволен результатом, доволен, что сверлильный наконец-то вернулся на свое место, потому что под него накопилось достаточно много задач. Если видео было для вас интересным, то не пожалейте лайк, и конечно же комментарий в поддержку канала будет не лишний, это продвигает ролики. А я с вами прощаюсь, пока-пока. 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 Пока-пока.